В республике стартует совместное лётно-тактическое учение вооружённых сил Беларуси и России. Цель – повысить уровень боевой подготовки военных лётчиков. Манёвры не направлены против третьих государств, как и развертывание всей группировки. Это вынужденная и адекватная реакция на ситуацию союзных границ и возможность отразить агрессию в случае необходимости. Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВЦ и войск ПВО нашей страны. Размер семейного капитала вырос на 15% и составил 29 950 рублей. Выплата, напомним, назначается при рождении, удочерении или установлении третьего или последующих детей. Ей, по оценкам специалистов, воспользуется почти 14 тысяч многодетных. На эти цели предусмотрено 429 миллионов рублей. В основном средства идут на улучшение жилищных условий. Минобразование опубликовало вопросы для внутреннего экзамена у целевиков. В этом году они будут сдавать всего одно испытание по профильному предмету с 8 по 10 июня. Список для подготовки доступен на сайте ведомства. К слову, абитуриентов ждёт ряд изменений. В частности, они касаются количества мест, требований к организациям заказчикам кадров, а также условия поступления и зачисления. В этом году в Бобруйске построят грибную базу и физкультурно-оздоровительный комплекс. В Могилёвской области приступят к проектированию трёх новых бассейнов. Они разместятся в Кировске, Круглом и Славгороде. Ждёт обновление и конюшню Могилёвского центра Олимпийского резерва. Пройдёт реконструкция и в зале художественной гимнастики. Продукция предприятий Могилёвской области в числе лучших товаров Беларуси. Бабушкина Крынка, Агрокомбинат Заря, Бобруйский завод растительных масел, списки лауреатов в номинации «Продовольственные товары». Среди изделий производственно-технического назначения победителями стали завод ТДИА и Бобруйск Агромаш.